Снова всем привет, с вами по-прежнему Лакмус и Ламберт, всем привет. Мы продолжаем проходить аддон от Neverwinter Nights. Находимся мы в месте под названием Зорвак Мур и в предыдущем эпизоде договорились со старшим мозгом о том, чтобы принести ему артефакт и он взамен откажется от сотрудничества с Валшарас. Нам нужно найти рабов. Я так понимаю, что вот здесь вот есть камеры рабов, там где мы были в общем-то уже заходили. Куда нас не пустили. Может быть в этот раз у нас получится тогда проникнуть. Да, я кстати говоря в прошлом эпизоде успел таки обчистить сундучки мозга и даже пристрелил пару его охранников. Не знаю, как это скажется, конечно, на дальнейших наших продвижениях по сюжету. Надеюсь, не повлияет особо. Я думаю, что если бы даже мы выбрали вариант с просто убийством, да, тут всех подряд, это тоже было бы неплохо. Ну да, но видишь тут какое дело. Он же сказал, что он, скажем так, не один, кто присоединился к союзу. Если мы убьем его, то не факт, что это прям сильно поможет. Так, ну вот здесь насмотрщик говорит, что слежу, говорит, за рабами до появления готовящих. Тут варианты, что за готовящие, что за яма и почему ты служишь элитидам, если ты не раб. Меня вот беспокоит третий вариант. Спроси, почему бы нет. Дуэргар смеется. В первую очередь мне не приходится беспокоиться о том, что их щупальца влезут ко мне в голову. Кажется, у меня с мозгами не все в порядке. Элитидам они совершенно не нужны. Прикольно. Во-вторых, элитиды не возражают, если я время от времени заимствую у них рабов. По крайней мере не жалуются. Может быть, потому что у них каша вместо мозгов. Интересно. Тифлинг кладет руку на Эфеса его оружие. Ты зло и отвратительное существо. Наш Вален проснулся. Неожиданно причем. Знаешь, готовящие разрешают мне наблюдать за тем, как они обрабатывают новых рабов. Большинство людей тошнит, когда эти щупальца втыкаются в череп, а я обычно сижу и наслаждаюсь представлением. Но я никогда не видел, чтобы они ели что-нибудь вроде тебя, Тифлинг. Так что поспокойнее, иначе готовящие разнообразят свое меню. Варианты. Ты чудовище. Похоже, ты тут неплохо устроился. Думаю, теперь тебе придется умереть. Ну, куда же без такого варианта. Ну, как паладин, конечно, я за третий вариант. Но, в принципе, и мне пофигу, на самом деле. Поэтому я думаю, что выберу второй вариант. Именно поэтому мне так нравится моя работа. Именно поэтому элитиды доверяют мне наблюдению за рабами, отобрами для арены. Они знают, что я не предам готовящих. Что за готовящие? У Дуэргара в глазах появляется нехороший блеск. Готовящие – одни из самых уважаемых элитидов. До того, как раба отправляют на арену, готовящие изменяют их. Разум рабов уничтожается, их личность отнимается у них, они становятся просто примитивными животными. Это делается для того, чтобы поединки на арене были интереснее. Дуэргар усмехается. Я не буду вдаваться в мерзкие детали того, что делают готовящие для изменения мозга раба перед выходом его на арену. Скажу так, готовящие оттуда выходят куда менее голодными. Это ужасно, как ты можешь служить этим чудовищем в конце-то концов. А, ну это все то же самое. Это то же самое, да. Снова тифлинг возмущается. Нет, мне кажется, этот диалог особо ни к чему не приведет. Да, тогда нам нужно просто поискать, видимо. Если это вообще тут. Ну, почему бы не посмотреть. Так, здесь паучок. Враждебный, драйдер. Пассивный. Без описания какого-либо. Я думаю, что мы его можем замочить. Да, просто. Я даже руки не успел поднять. Кстати, в коконе здесь полезные вещи. Там, кстати, пожиратель разума. По-моему, к тебе прямо скажем. Что, мы зря что-ли это сделали? Ну, не знаю. У меня-то он как бы не очень активный, а вот что касается. А где пожиратель? А он прямо за твоей спиной был. Ну, вот тут. Нет, все нормально у меня. Да? Странно. Ну ладно, тогда давай дальше. А, вот пожиратель. Подожди. Да. Но он нормально ко мне относится. А, ну хорошо. Просто он там что-то кидал, вроде как. Атаковал. Так, зелье меньше восстановления я возьму. Сапфир я тебе оставлю. А ты все бери сразу. Потом распределим. Ну, ты продаешь в основном, поэтому тебе сапфир на продажу идет. В общем, можно считать, что 3000 потраченные на рабыню я отбил. Хех. Двенадцатью. Которую ты украл у мозга, да? Да, не украл, а забрал. Но пока что украл. Пока мы с ним в союзе, в общем-то. Ну, не знаю. Не сказал бы, что мы прям так сильно в союзе. Ну, типа, типа в союзе. Ладно, давай дальше двигаться. Ну, что эту дверь проверим. Здесь какое-то, видимо, не очень хорошее место. Или хистский контроль. Тут нет ничего. Да, но вот контроль зачем-то здесь стоит. И он, в общем-то, не интерактивен. Ну, мне кажется, это что-то вроде панели запирающей просто напросто дверь. Что-то такое. Так, или замок. Кстати, там вот черный ящик. Видел? Где? А, вижу-вижу, теперь вижу, да. Мешок-целитель, это пас и магический жезл. Так, жезл. Посмотрим. Так, жезл тайного разделения. Развитие мага 5. Неплохо. Забираем себе. Ну, это смотри, мне... С горением взял бы, может быть, мешок целителя. Почему бы нет? Шестого уровня все-таки. У тебя уже десятого. У меня десятого. Мы зашли не туда. А вот в эти ворота, в смысле, в эту дверь ты пробовал? Да, я все двери тут попробовал. Тут все закрыто. Возможно, у этого насморочка есть ключ, в принципе. Ну, мне кажется, нам не сюда просто напросто. Да, но пока не будем тут ничего кипишевать, пойдем в другое место. Там был еще вариант, правый нижний угол, это портал в большой зал. Нет, нет, нет. Нет? Портал в большой зал, это как раз мозг. Да? Разве? Да. Как? Нет, мы же были в зале элитидов. Там большой мозг. Или нет? Что-то я как-то подзапутался немного. Так, сейчас. Да можно просто сбегать тут, в общем-то, недалеко. Так. А, да, правильно. Ну, погоди, а тут что тогда? Да. Ну, вот зал элитидов. Нет, я предлагаю все-таки в ямы для боев. Возможно, там это трап. Да, давай. Тем более, что там еще не были. Сейчас тебя, наверное, опять будут сканировать. Стоит он там. Да нет, давайте поговорим с ним. Так, значит, он добро пожаловать, говорит. Ты здесь для того, чтобы сделать ставку? Для тех, у кого хватает ума правильно выбрать раба, это может быть несколько, может быть весьма прибыльно. Так, 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 несколько вопросов. Накрывает волна презрения. Элитиды не унижаются до того, чтобы отвечать на вопросы рабских рас. Разве недостаточно того, что мы открыли вам доступ к взорву к муру? Если ты здесь для того, чтобы сделать ставки на арене приступа, если нет, обсуждать больше нечего. Ну, тогда нечего нам обсуждать с тобой. А вход-то там есть? Угу. Есть только обзорные дыры. Посмотрим, давайте обзорные дыры. Тут вот еще один, кстати, есть. Поговори с надсмотрщиком. Понятно. Ну, это гурман. Это, я так понимаю, просто зритель, скажем так. Да, мы действительно были в портале. Это я запутался. Значит, можно еще в зал Элитидов сходить, посмотреть, что там. Так, погоди. Он сказал, что именно у них находится этот раб. Да. Ну, я тоже. И они узнали про зеркало. Но, я так понимаю, они не узнали, где само зеркало находится, в принципе. А находится оно у его соплеменников, у крылатых этих, которые сейчас живут здесь, под землей. Мы были здесь же уже. Да? Да. А что здесь? Ну, здесь эти сидят. Дуэргар. А, нет, фу-то, это усыпальница. А, все-все-все, да. Все. А Дуэргар в центре, вроде бы. Что-то я туплю жесточайший. Ты, я тоже. Так, ну, не знаю. Тогда, значит, нам пока надо отсюда уходить и дальше искать. Нет, я предлагаю еще попробовать вариант с убийством этого надсмотрщика. Ну, можно. В принципе, сохранимся. Да попробуем. Почему нет? Удерщик его можно попробовать. Можно хотя бы посмотреть, просто, что там за этими дверьми, если у него действительно есть ключ. А, скорее всего, он у него есть. Да. Может, оно даже того и стоит. Потому что, видишь, как получается, они всегда не нападают те, которые на поверхности, а если что-то происходит внутри. Может быть, этим элитидам, по сути, пофигу на него. Он же у них, как бы, ну, служитель. Да, кстати, да. Как вариант. Так, сейчас я сохранюсь. И мы ему отомстим за все. Так, я хожу, где мне захочется, не указывай мне. Ни один дуэргарский прислужник не будет помыкать мной. Какие вы смелые. Моим хозяинам очень понравятся твои выходки, когда тебя сделают рабом и вышвырнут на арену. Так, ну этот тоже согрелся. Ну, этот-то понятно. Так, а я дебафну внезапно, и нам надо лечиться срочно. А, он все еще жив? Конечно. Так, ну, готов. Ключ, действительно. И все? И секира неопознанная. Ну, давай посмотрю сразу. Так, дворская секира плюс 4. Просто бонус улучшения плюс 4. Все. Причем это, я так понимаю, специфическое оружие. На продажу. Да. Пробуем зайти. Ну, тут угольнее вот этих тоже. Надо будет, так, стоп-стоп-стоп, полечиться надо. Полечиться и бафы давай. Пока и не согрелись. Что я плохо лечусь. Может, пьешь мне это что-то? Критическое зелье. Странно. На пялю шлем-то, да. Крутой. Пока. Так, секундочку. Как всегда, не вовремя. Звонят мне. Я тогда в бой пошел. Да, давай. Так, я вернулся. Они совсем что-то слабенькие. Ну, да. Рейтинг поединка пассивный. Ну, может, за посильнее будет. Тут тоже паучок. Ну, не то, чтобы паучок. Ну, да. Такой. Паукообразное какое существо. Зелье, задубившей кожи, пожалуй, я возьму. А вот эти вот ты забирай. Да, тут как-то не особо много всего. Это что такое еще? Песик какой-то. Был. Был, да. Видимо, это боевые все животные. Я начинаю подозревать, что мы опять не туда зашли. Да, но, скорее всего, тут не будет того, что нам нужно по сюжету, но... Всякое разное, почему бы и нет. Если на нас сверху не нападут, то, в принципе, я даже и жалеть не буду, что мы тут... Да, согласен. Потому что этот насмотрщик давно напрашивался. Опять же, наш вален тоже, как бы, настроен был решительно. Так, ну и тут у нас вообще ничего. Причем, не знаю, может быть... Да нет, тут нет места даже под тайные комнаты какие-нибудь. Что-то есть, да? Тихо, тихо, тихо. Нычка. О, здесь куча оружия, но, правда, стрёмного. Ну, вот есть булава, например, но мне кажется, это будет просто плюсовая, да, плюс 4. Ну, возьму, почему бы и нет. Ну, это я не знаю для кого. Правда, здесь вот для продажи, для торговца, как минимум. Я имею в виду это... Ну, вот эти вот... Стрёмные. Ага. Посмотри, там неопознанное. Сейчас. Ну, это всё плюс 4-ки. Обычное оружие, только плюс 4. Я возьму пока, сколько влезет. Ну, вот. Он серп, наверное, уже не влезет. Да, серп уже не влезет. Кстати, кинжалы, вполне возможно, что и нормально бы ушли. Сейчас посмотрим, что там. По единичке можно взять. О, Монтикор. Ну, пассивный почему-то он у меня. Болты я, пожалуй, возьму. Действительно, Монтикор чуть совсем слабенько. Странно. Но мы вроде ничего не делали, да, с уровнем сложностей, ни с чем таким. Так и здесь, получа... А, там ещё дверь одна. Чё-то значит... Значит, здесь надо посмотреть. Вот. Вот, всё-таки вот оно. Да, здесь. Вот. Гладиатор, гладиатор, дуэргар. Да нет. Нужного нам нет. Тут только... Какой-то есть. Раб-дроу поднялся с высоко поднятой головой и обратился к тебе. Где надзиратели? Кто ты? Насмотрщик мёртв. Мне кажется, это вариант восстания. Сейчас посмотрим. Близко безумной надежды появился в его глазах. Мёртв? Я Аргосас, глава этих рабов. Ты знаешь, а ты здесь, чтобы освободить нас, или тоже служишь элитидом? Так, несколько вопросов. Освободить и всех убить. Ну, вопросы сначала зададим. Дроу качает головой. Мы не можем тратить время на твои вопросы. Если элитиды поймут, что нас смотрящих мёртв, у нас не будет ни единого шанса. Мы должны нанести удар прямо сейчас, пока мы можем действовать неожиданно. Это наш единственный шанс — собрести свободу. Подождите. Если вы сбежите прямо сейчас, весь город будет против меня. Это логично. Дроу хмурится. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Остался здесь, чтобы превратиться в безмозглого раба в подчинении уэлитидов? Нет, я не упущу этот шанс обрести свободу. Просто подождите чуть-чуть. Мне нужно добраться до старшего мозга. Аргосас задумчиво скребёт подбородок. Значит, ты хочешь добраться до мозга. Я понимаю, насколько сложно это будет сделать, если в городе будет объявлена тревога. Но мы не хотим терять единственный шанс выбраться на свободу. Почему мы должны откладывать свой побег только для того, чтобы тебе было проще? Убеждение. Считайте это ваша оплата из-за освобождения. Блеф. Я собираюсь отправить старшего мозга таким образом нанести... Отравить. Нет. Отправить. Хм. Таким образом нанеся ущерб всем уэлитидам. Ты видишь, да, варианты тоже? Нет. Нет. Это только твой диалог. Угроза. Дайте мне время, или я убью вас всех. Значит, бегите и опять всех убить. Но я, пожалуй, за убеждение. Успех. Мы и правда обязаны тебе за свое освобождение. Другие рыбы недовольно ворчат, но замолкают, как только Аргосас поднимает руку. Ага. Восстание рабов. Это другой квест все-таки. Мне кажется, что как только мы войдем, они побегут. Мы освободили группу рабов, тут в дневнике обновились. Они планируют начать восстание, как только вы доберетесь до старшего мозга. Ну вот, да. Не лучший вариант. Если бунт будет успешен. Так, восстание рабов. Ну, а это вот эти памы не нашли, которые знают про артефакты. Ну, его здесь и нет. Значит, грузимся тогда, да? Ну... Кто-то пришел. Гладиатор. А, это здешний. Да, он тут и был. Ну, давай, в принципе, я не вижу, что тут... Нет, подожди, 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 подожди. Чудесно, нас не нападают. Это чудесно. Давай пока оставим, но если что, тот сейф-то у нас будет. Так что... Ну, за крайне... Нужно выходить полчаса, наверное. Да, надо где-то искать. Меня тут заблокировали, представляешь? Я представляю, что сейчас в комментариях будет твориться. Да, возможно. Но, вот так. Пока что вот так. Возможно, нужно поговорить. В порядке отступления у нас все-таки есть. Ну, пока что есть, да. Я думаю, нам нужно поговорить вот с этой провидицей, просто вернуться. Сообщить. Да, как вариант. Давай. Посмотрим, что она скажет. Может, она подскажет, где они живут, эти... ...существа. Мне кажется, там был какой-то остров странный, что-то такое. Возможно, там. Да, еще я посмотрел по квестам. Тут есть какой-то там голем. Вот. Которого можно вроде как все союзники заполучить. То есть, помимо тех, что у нас уже есть. Ну да, получается так. Скорее всего, его надо будет как-то, может быть, подлатать. Или еще что-нибудь такое. Так, я туда иду вообще. Да, в ритмитар. Это я не туда иду. Ну, сейчас мы сделаем вот так. Где-то тут. Ну, и вообще, вот тем, кто, может быть, будет там в комментариях возмущаться по поводу выбранного пути, я думаю, что для именно нашего полуслепого, да, в летсплея фактически, это лучший вариант, чем мы бы говорили, что вот, надо вот так, надо вот так. Ну, как тебе сказать, мне кажется, в любом случае мы по сюжету продвинемся, а насколько это будет... Все-таки у нас не прохождение, так скажем. У нас именно летсплей, скорее. Ну, возможно, да, можно и так сказать. Да нет, дело в том, что... Вряд ли это прям так сильно повлияет, что мы этих рабов освободили. Это может сильно повлиять только на мою карму, больше ни на что. Причем, скорее, в положительном плане. Хотя, если считать, скажем так, нарушение обещания какого-нибудь там, тогда не факт. Нет, она ничего не говорит. А он, кстати говоря, смотри, как кто тут есть. Поговоришь с ней? А кто есть? Алан слева стоит. Слева стоит... А, рабыня. Кстати, я про нее и забыл. О, три очка в сторону добрый, опыт 500. Так, давайте ей объясним. Я рада, что ты здесь, теперь у меня есть возможность отблагодарить тебя. Если бы не это сообщение, я по-прежнему была бы рабыней эрититов. После победы над Волшарас, провидица обещает отправить разведчиков, чтобы они вывели меня на поверхность. Спасибо тебе. Ну, в общем-то, и все. С ней все. Ну вот это же нам... Искать... Мне кажется, мы его походу найдем, пока будем остальные области осматривать. Вот и все. Ну ладно, тогда мы отправляемся вот в этот вот... Через доки. А нам именно туда? Ну, советовали нам начать с этого места. Может быть и правильно. Ну давай посмотрим. Может быть, советовали в том плане, что не надо будет по два раза бегать? Да, может быть. Существо, стоящее перед вами, запутано в тяжелую мантию. Вы пытаетесь разглядеть что-нибудь под капюшоном, но вам ничего... Но вам ничего не рассмотреть в этом менте. Существо разговаривает с вами, издавая странное бульканье и шипение. Какая смешка. Существо разговаривает секреты, как уничтожить волшарес, и ее смерть освободит тебя. Я знаю, почему ты пришел. Что-то подозреваешь, что он нас никуда не отправляет. Хм. Так, ты хочешь уничтожить волшарес, и ее смерть освободит тебя. Я помогу тебе, я знаю секретный... А, вот. Секреты островов. Темная река нашептывает их мне, когда я скользил по ее водам. Расскажи об островах. Что-нибудь. Хотелось бы, конечно, конкретики. Но, хотя бы, что есть много маленьких островов, есть две особенности. Остров Макер. И остров, которая сейчас находится в доме, в странном городе, который появлялся из норвы. По-моему, он нам и нужен. Но я не читаю, потому что у меня озвучка здесь идет. Нормально. Так, про остров Создателя расскажи. Остров Создателя – это дом древнего дуэргарского чародея. Создателя мы здесь не видели уже много веков. Хотя его создания, големы, по-прежнему бродят по острову. Попробуй найти Создателя. Может, тебе удастся убедить его одолжить тебе своих големов. Или, если Создателя больше нет, может, тебе удастся найти способ управлять его созданиями. Больше я тебе сказать ничего не могу. Про странный остров расскажи. На протяжении многих веков этот остров был необитаем. Затем за одну ночь там появилось маленькое поселение. Но это не обычный город Андердарка. Существа, живущие там, наземные существа. Это родственники дроу, эльфы. Как называете их вы, наземные. Но у них есть крылья. Обычно здесь такие существа не живут. Они не хотят общаться со мной. Хотя, возможно, согласятся поговорить с тобой. Но на острове есть еще кое-что. Что-то магическое. Я чувствую его силу, когда моя лодка идет вдоль берегов. Хотя его истинная природа скрыта от меня. Мы даже, наверное, знаем, что это такое, да? Да, видимо, да. Я думаю, что эта магия и стала причиной странного появления на острове города. Если бы тебе удалось укротить эту силу, может быть, и ее можно было бы использовать против Волшароса. Нужно перебраться через реку. Только я могу отвезти тебя туда. Больше никому не удастся беспрепятственно переплыть в темную реку. Ну, торговать будем или сразу отправимся? Да, посмотри, что он вообще продает. Может быть, что-то есть. А, ты мечтал вообще? У меня вещи-то накопились. Да, у меня тоже. Поэтому надо бы поторговать. Да, сейчас тогда мы быстренько поторгуем. Что-то я забыл, что нам нужно скинуть. Веропришка. Где у нас тут рядом где-то торговец вроде бы было. Ох уж мне этот перевод. Храм лол. Да. Это, конечно. Так, 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 так. Вот он. Волшебник торговец. Я думаю, что продам то, что у меня есть, чтобы не затягивать. Приветствую. Это дело. Ну, только прям такое не продавая, что может пригодиться еще. Нет, вот эти вот топор, который мы нашли. А, ну это да, это все продавай. Кольцо великого сопротивления кислоте нам не нужно? Ммм, да, в принципе, не знаю. Нет, наверное, нет. Значит, и шлем свой старый тоже я продам, который медный. С ускорением. Но ты правда ловкость плюс один. Не знаю. Мне этот как-то побольше нравится. А нужна ли тебе ловкость? Да, не особо. Но здесь вот, да, электричество и ускорение. Мне больше всего нравится ускорение. Значит, медный шлем я продаю. Сколько он, кстати, стоит? 4100. Нормально. Я тоже, значит, приподнялся по деньгам. В принципе, покупать мне особо нечего. Зелие у меня есть, свитки вот эти лечебные есть. Так, и давай сразу, наверное, определимся вот с чем. Будем ли мы дальше таскать с собой всех спутников? Ну, на миру я нотирую, вернее. Я никому не отдам. Я на нее запал. В общем, я думаю, пока с Валеном мы побегаем, тоже пригодится. По крайней мере, он неплохо защищает. Неплохо бьет. Ну, а там будет видно. Сейчас, кстати, посмотреть, что у него есть. О! С Нотирой мы пообщаемся, пожалуй, сейчас. Значит, она готова оторваться от наших поисков, чтобы поговорить. Или нет? Нет, это ложный след. Да, рано я, видимо. Может быть, позже что-то получится. Ну и давайте направимся к этому лодочнику. Слушай, а у него тут неплохие вещи, оказывается, были. Да, они и были, да. Я не помню, это я ему пораздал. Ладно, пусть тогда они у него побудут. Кстати, да, их же можно использовать, как, собственно говоря, сундуки. Скажем так. Ну так... Ну тоже не перегружай особо. Я предлагаю сперва к голему. Поехать. Где-то особого выбора-то нет. А, да, есть. Значит, на остров создатель это Мишель. Угу. Хорошо. А, то есть мне и понятно. У меня есть сразу вариант третий. Умри, чудовище. Просто без разговора. Мне тоже был. Ролик. Смотрим. Плывет лодочка. Угловатая. Без пассажиров почему-то. По идее, мы там должны быть стоять. Ну, мы будем надеяться, что мы в этой каюте стрёмные. И все, то есть, да? Ну, такой ролик. Ну, у меня и такого не было, поэтому... Ладно уж. Так. Ну, в общем-то... Вот она лодочка. Если кто не видел там. Ну, лодочка такая, интересная. Достаточно. Специфическое. У тебя или у меня? Нотира базарит. Да, это натира. Ну, нет у меня в чате ничего. А нет, вот где-то поблизости есть дуэргары. Ужасно воняет их потом. Да, вот именной дуэргар. Давайте поговорим. Да. Дуэргарская женщина оглядела вас сверху донизу. Оценивая вашу силу и пытаясь решить, насколько серьезной угрозы вы представляете. Удовлетворенная тем, что от вас не исходит явной угрозы, она, похоже, слегка расслабилась. Веря. Не многие приходят на этот остров. В принципе, озвучка есть. Ну, не будем хамить. Представимся. Дуэргарка заметно расслабилась, несмотря на то, что она по-прежнему не спускает с вас глаз. Меня зовут Даханна. Я возглавляю эту экспедицию. Время кровопролития. Умри. Пародия на Дворфа из Андердарка. Ну, как всегда. Но мы спросим, что она здесь делает. Мы охотники за сокровищами. Столетия назад этот остров был домом могучего волшебника Дуэргаров, известного как Создатель. Так гласят легенды. Создатель давно ушел, но после него осталось много интересных вещей. Мы пришли сюда за редкими металлами и частями големов из руин башни Создателя. Ты удивишься, если узнаешь, сколько платит правильный покупатель за руку из чистого адаманта. Понятно, мародеры. На тира вмешивается. Как обычно, Дуэргары-чистящики живут объедками других рас. Ну вот, не хотелось бы мне портить сразу так вот все отношения здесь. Следи за своим языком, Дроу. Это территория Дуэргаров. Твое высокомерие может стоить тебе большего, чем ты собираешься заплатить. Ну, давайте все-таки вернемся в русло диалога. Пожалуй, я смогу ответить на некоторые твои вопросы. Не вижу в этом никакого вреда. Кроме того, не похоже, что големы Создателя здесь на острове будут тебе что-нибудь рассказывать. Она мельком улыбнулась в своей шутке. Так, что ты здесь делаешь, мы уже спрашивали. Расскажи о Создателе, о големах, об острове. И я ищу союзников. Ну, союзники из них, наверное, не будут никакие. Да, мне что-то подсказывает, что как бы нам с ними потом еще и драться не пришлось. Да, возможно. Расспросим по порядку. Сначала об острове. Остров был назван в честь древнего мага Дуэргаров, который построил эту Создатель столетия назад. Говорят, Создатель пришел сюда, поскольку это было хорошее место, где он мог спокойно совершенствовать своих големов. В этих историях должна быть доля правды. На севере есть руины, которые вполне могли остаться от лаборатории Создателя. Все, что сохранилось, это темницы. И големы, конечно. Мне казалось, что вы тут уже всех големов истребили. Она покачала головой. Невозможно. Там есть какой-то голем-чистильщик, который ремонтирует и восстанавливает всех големов, которых нам удалось сразить. Мы пытались уничтожить этого чистильщика, но он окружен мощной магической защитой. Каждый раз, когда мы его атакуем, он телепортируется в безопасное место. Эта проклятая штуковина сильно осложняет нашу работу. Далее о големах. Подземелье на северной конечности кишит големами. По крайней мере, его первый этаж. Дальше мы не забирались. Понятно. Это мы уже знаем. Про создателя. Все, что я знаю о создателе, я знаю из легенда мифов. Там говорится, что он был могучим волшебником. Так, но это мы тоже знаем. Теперь специализировался на создании големов. Однако големы, которых мы встречали, кажутся совершенно обыкновенными. Что с ним случилось? Никто точно не знает, он исчез пять веков назад. Большинство думают, что его убило собственное создание. Интеллектуальный голем, обладающий собственной волей. Не знаю, насколько я могу верить во все это, но история получилась хорошая. Все те големы, которых мы встречали в темнице, не кажутся мне особенно умными. Но тем не менее, убить их очень непросто. Ну и, в общем-то, все. Больше он нам ничего не рассказывает. Ну, не знаю, можно попробовать в качестве союзников как-то, но... Можно еще сперва самим осмотреть руины, а потом уже, исходя из этого... Вот, смотри. А я слышала, что она теперь атакует поверхность Валшарас. Скорее всего, именно поэтому ты хочешь остановить ее. Но ты не найдешь здесь никакой поддержки против нее. Если Гроу не беспокоит нас, мы не беспокоим их. Интересные варианты. Убеждение, что, в конце концов, она обернется против Дуэргаров. И запугивание. Естественно, да? Попробуем. Да, убеждение, я думаю, вполне. Провал. Угу. Ну, атаковать я, пожалуй, ее не буду. Да нет, ну зачем. Все, уходим. Тут, кстати, торговец есть, посмотри. Может быть... Дело в том, что у меня там сумка была магическая. На минус 100 к весу. Может быть, у тебя она тоже доступна. Если, конечно, тут не общий стак. Сумка. Нет, сумки я не вижу. Зато я вижу призыв существа седьмого уровня. Ну, у меня и так он седьмого уровня. Бутылка для магического зелья и чистый свиток. Там в основном крафтовые вещи. Да. Вот там, где слитки, там была сумка. У тебя ее нет, да? Да, сумки нет. Ну, значит, она была одна. Я, в общем, на всякий случай взял. Ну, это прекрасно. Пригодится. Так, ну и мы движемся на север, да? А у тебя вообще, кстати, есть сумки какие-нибудь? Да, одна есть, но она пустая. Ну, тоже, да, на минус 100 веса? Ну, скорее всего, да. Да. Кстати, нет, мы никуда не движемся, у нас затанчивается время опять. Вот как, ну. Ну, исследование этого на место мы оставим на следующий эпизод. На сегодня, пожалуй, на этом все. Благодарю за внимание. Всем пока. До новых встреч.